Для человека лебеди олицетворяют красоту и грацию, что вызвано их изящным телостроением. Но при передвижении их походка выглядит неуклюже. Все это из-за того, что лапы у лебедей короткие с плавательными перепонками. Как и у всех водоплавающих птиц, лапы отнесены далеко назад. Это облегчает передвижение в воде, но и создает неуклюжесть при передвижении на земле. Зато полет лебедей легкий и свободный. Во время перелетов они создают клин, во главе которого летит самая сильная птица. Остальные члены стаи создают аэродинамические потоки, создаваемые вожаком. А когда вожак устает, его заменяет другая птица. Из-за большой массы тела взлет дается лебедям. Тяжело. Они долго машут крыльями и перебирают лапами, набирая высоту. Именно по этой причине они никогда не садятся на землю, а только на воду. При посадке они неуклюже тормозят лапами о воду. Если бы среди животных провели конкурс популярности, то куала, несомненно, заняла бы одно из призовых мест. Внешность этого млекопитающего вызывает умиление, ведь он так похож на маленького блюшевого медвежонка. Облик этого зверя довольно необычен. Шерсть у него короткая и густая. Обычно дымчато-серого цвета с более светлым брюшком. Глазки маленькие и смотрят послеповато, но уши относительно большие, широко расставленные с длинным мехом по краям. Большой кожистый нос куалы приплюснут. Хвост у него типично медвежий, короткий и почти незаметный. Но лапы на когтях куалы длинные и изогнутые. На самом деле, ни в каком, даже в самом дальнем родстве куалы с медведями не состоят. Они обитают только в Австралии. Типичным местом обитаниями куал является эвкалюктовый леса, то что куалы предпочитают пищу листья исключительно этого растения. Голубь сильный и выносливый летун, превосходно ориентирующийся в полете. Голубь привлек внимание человека своей уникальной способностью ориентироваться на местности и возвращаться домой. Сначала голубей используют для связи, а для переписки сообщений были выведены специальные быстролетные почтовые породы голубей. Во время Первой и Второй мировых войн голубиная почта широко использовалась всеми воюющими странами. Особо отличившийся голубь был награжден орденами и медалями. Например, голубю номер 888 было призвано звание полковника. В наше время голубиная почта утратила свою актуальность, но голубей используют для спортивных соревнований на скорость. Павлин – это, пожалуй, самая красивая из птиц на земле. Самое интересное, что ближайший родственник этой птицы – обыкновенная курица. Водятся павлины в Индии, населяя горные леса и высокие джунгли. Между прочим, высокий хвост павлина совершенно не мешает ему передвигаться в зарослях. А в случае опасности они могут даже взлететь, хотя полет их непродолжительный, как и у всех птиц семейства куриных. Кстати, красивое оперение носит только самец павлина, а самочка обычно серого цвета. Основной цвет изумительно роскошного оперения – зеленый с золотым блеском. Павлины разводят во всем мире, как одну из замечательных и декоративных птиц. Небольшая группа лебедей включает 7 видов – лебедь-шипун, лебедь-кликун, лебедь-трубач, малый или тундренный лебедь и другие. Все лебеди необыкновенно прекрасны и величественны, но, наверное, самым красивым из них является лебедь-шипун. Почему же его так назвали? Это крупная птица с белоснежным оперением. Вес самцов неледко превышает 13 килограммов. Изогнутая длинная шея в виде английской буквы «С» не может не вызвать восхищения. Немаловажная деталь во внешности шипуна – его клюв. Он очень красивый, красный, с черным выростом у основания. А вот голос шипуна не слишком ласкает слух. В отличие от своего ближайшего родственника лебедя-кликуна, который издает гортанные трубные звуки, этот представитель лебедей шипит. За это и назвали самого красивого лебедя шипуном. Большую часть своего времени коалы проводят на деревьях. Там они спят, едят и размножаются. По природе своей коалы очень флегматичные и медлительные животные. У мамы коалы рождается один, реже два детеныша. Новорожденные малыши весят всего 5 грамм. Это вес одной виноградинки. Дальнейшее развитие маленькой коалы происходит в сумке матери, которая, в отличие от других сумчатых, открывается назад. Малыши очень привязаны к матери и часто плачут, оставшись в одиночестве. К слову, коалы обычно молчаливы и не издают никаких звуков. Только раненые или брошенные коалы начинают кричать. И этот крик в действительности напоминает плач младенца. Эти животные очень дружелюбные и легко приручаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова